Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2, Убийца Королей. В прошлой серии мы прибыли во флотзам... Подожди, пока он откроется! Что здесь творится? Кулачные бои, брат. Порт закрыт, как скука такая, аж в саду чешется. Хочешь поучаствовать? А какие правила? Участники боёв вносят долю, а победитель забирает всё. Правила боёв. Бей как хочешь, лишь бы противник лёг. Как всё сложно. Так что, братишка, будешь драться? Буду? Да не вопрос. Да. Смежак, я такой же, как и ты, братец. Для начала пойдёт, выкладывай денежки. Сколько? Ну давай, давай. Я, пожалуй, положу десятку, потому что я уверен в своей победе. Мюздери! Танцы начинаются! Танцы начинаются? Ну давай чё? Танцуем! Курва! Подожди, пока он откроется! Экс! Да всё в порядке, ё-мая! Шантропа какая-то. Давайте чё-то покруче. Не хотел бы я быть твоим врагом. Что, брат? Будем биться дальше? Конечно, деньги-то нужны. Скажи только с кем? Да из жоп по прозванию задник! Странное имя. На из жоп, бля. Он всё делает на из жоп, то есть задом наперёд. Понятно. Средь днём сперва пьёт, а потом заедает. А бабам перед тем, как их трахнуть, вели додеться. На из жоп. Покажи арены. И как он? Погнали. Давай за пятнашку сразу же чё тут думать-то. Я готов. Мюздери! Танцы начинаются! Но на из жоп! В морду его пей! Ага, это ты на из жоп, да? Ну ты такой здоровый пацанчик, конечно. В морду его пей! Ну ты полегче. Вообще пацанчик. Подожди, пока он откроется! Ну блин, это здорово. Кулачные бои, это очень круто. Хорошего бойца издалека, видать. Тебе нужна серьёзная драка, а не возня с этой пьяной голытьбой. Я знаю, что говорю, уж поверь мне. И что? Я тебя не знаю. Меня называют Король Зиги. Потому что я всегда плачу по-королевски. Каждый вечер я стою у корчмы. Если захочешь отведать славой настоящих денег, только скажи, и я отведу тебя в правильное место. Это ж етих поэзия! Ну да, поэзия. Что, брат, будем биться дальше? Конечно будем. Скажи только с кем. А потом я разберусь с Зиги и его пучарами. Малыш Дода. Этот сучонок жрёт мёд прямо из улья. Водку хлещет за четверых. А кое-кто поговаривает, что он нахер полное ведро вешал. Нихера. Лучше приготовь мне большой мешок. И как? Да, погнали. За 25 монет. Легко и непринуждённо. Поехали. Мюздери, танцы начинаются. Ну, малыш, Дода. Малыш, Дода, будь попроще. Хотя они, в принципе, тут и так все простые. Не пропусти слева! А ки бревно! Ну, вот и всё, чё. Мне нужны посерьёзнее противнички. Не хотел бы я быть твоим врагом. Ну, тут, блин, как бы кулачные бои, они поинтереснее. Спасибо. Турнир окончен! Ага. Так, а где у нас-то, да, этот... К Зиге? Ты кто? Истину согрешили. Ибо я не вижу больше смысла в той святыне, которой я поклонялся. Быть может, если боги пошлют тебе удачу, я отдам её тебе в награду. И тебе она пригодится больше, чем мне. Ааа. Ааа. Это сыграть в кости с монахом. Сиге... Где он? Мне, во-первых, нужно поспрашивать по поводу Кейрана, по-моему. Так называется это чудовище. Хотя нет, давайте выпьем с золота на милютиком. Ну, рассказывай, нет. Жизнь... Говно, я знаю, золото. Чтоб меня... Меня правда чуть не... Трактирщик! Водки! Чтоб меня вши заели, Трис Меригольд. Ты выглядишь очаровательно. Ну, только бледновато, чутка. Чародейство бывает утомительным. Но уже всё хорошо. Рада тебя видеть, бородач. Что здесь вообще происходит? Месяц тому назад вы собирались ехать на свадьбу Золтана. Всё похерилось. Свадьбы не будет. А в Фольтосте слышали? Слухи мчатся быстрее ветра. Я хотел бы знать правду. А ветра и сплетни мне до одного места. Как погиб Фольтост? Правда, что там был дракон? И кто теперь правит Тимерией? Тише, Лютик. А то подавишься. Короче, чё там? Ну ладно, давайте сначала про дракона. А что дракон? Там появился дракон. Больше я ничего не знаю. Но откуда лавалеты взяли дракон? Говорят, эта огромная скотина дралась за них? Драконы обычно не интересуются политикой. Может, у него логово было рядом, и он почувствовал опасность. Если бы ты его не прогнал? Фольтост мог бы и не взять замок. Ну, да. Что тут гадать? Так, Зотан, а чё там с твоей свадьбой? Что случилось? Регенриксы сорвали помолвку. Какой-то трёхнутый хер разболтал, что я поучаствовал в заварушке в Визиме. Мой несостоявшийся тесть, видишь ли, не желает принимать в семью бунтовщика, простофилю и розию. Эй, трактирщик, где наша водка? По порядку. Мы дошли до Махакама через неделю после смерти великого магистра. Купили Золотану сногсшибательный костюм-двойку, башмаки от гальюна и здоровый в мой кулак жадеид в подарок Эвдори. Накушались мы тогда изрядно. Лютик ещё устроил для меня мальчишник в храме любви. Тесные врата. На следующий день мы были у Бригенриксов, поздоровались, побеседовали немного о превосходстве махакамской горнопроходческой мысли и сели за стол. И когда мне уже казалось, что я постиг все тайны горнятского мастерства, подали суп. Тихо сделалось, как в могиле. И тут старый Бригенрикс говорит, настоящий краснолюд обязан в шахте работать, а не гоняться за славой на войне. Не поверишь, Геральт, ему в знак отказа подали чёрную похлёбку, как у них принято. Чёрная была как смола, вот тебе слово, должно быть, на угле её готовили. А теперь поедим, говорит, и выхлебал целую тарелку этих помоев. Козёл старый, чтоб ему эта его шахта на башку обвалилась. Понятно. Говорят, Золтан связался со Скайтаэлями, да? Вот именно. Я тебя знаю. Хорошо. Лютик, ты работаешь на Роше? С каких пор ты работаешь на Роше? Эй, никто и слова не сказал, когда ты спасал Тимерию от великого магистра и его мутантов. А я и не говорю ничего, я просто спрашиваю. Можешь делать, что хочешь? Женилку-то отрастил уже? Ну да. Ну ты сказал. Смейтесь, смейтесь. В кои-то веки я решил сделать что-то полезное. И поэтому раньше ты шпионил на Реданию, а теперь работаешь на Тимерию. Знаешь, кое-кто назвал бы тебя предателем. Ох, одной поэзии сыт не будешь. Я гражданин мира и потому считаю, что до тех пор, пока не служу императору Эмгиру, ничего плохого не делаю. Понятно. Оставь его в покое, Геральт. Пошпионит и перестанет. Его быстро наскучат. Сам знаешь. Ладно. Трис, расскажи, кто теперь правит. Ты у нас эксперт. Страна все больше погружается в хаос. Древние семейства начали открытую борьбу за власть. Барон Кимбольд и граф Моровель. В том числе, после убийства, пока Геральт сидел в тюрьме, влиятельные магнаты собрались на поле недалеко от замка Лавалетов, чтобы выбрать нового правителя. Продолжалось это три дня и напоминало скорее базар, чем дворянское собрание. Ясно. Только торговали там конторами, должностями, сферами влияния и привилегиями. Люди. Было несколько поединков. Двоих отравили, а короля так и не выбрали. Мы были на волосок от гражданской войны. Ох, здорово. Они решили что-нибудь или как всегда? Как всегда. Одна надежда на Яна Наталиса. А, героя битвы под Бренной, доверенной Фольтеста. Да. Во время переговоров он был в нескольких днях пути от земель Лавалетов. С двумя тысячами ратников. Ян Наталис должен поддерживать мир, пока не появится законный монарх. Правление может прийти с ему по вкусу. Не думаю. Наталис воин. Он не годится во властители. И не хочет быть королем. Фольтест тоже был воином. Но я согласен. Чародейка. Да. А почему чародейки не вмешались? Вот это интересно. А что у нас с чародеями? Вот именно. Куда делись эти умники, когда они действительно нужны? Их не пригласили. Но именно благодаря чародеям, а скорее нескольким влиятельным чародейкам, удалось предотвратить коронацию барона Кимбальта. Я как-то пел у него при дворе. Он не заплатил, жратва была дрянная. Если он станет королем, я уеду из Тимерии. Хватит о политике. Ладно, хватит политики. Убийца ждал Фольтеста в башне, где лавалеты укрыли детей. И он отлично знал, что делает. А ты как там оказался? Я охранял короля. После первого покушения Фольтест начал считать меня чем-то вроде живого талисмана. Приказал быть рядом во время битвы. Дракон отрезал нас от остальных войск. Убийца прикинулся монахом, к тому же слепым. Он позволил королю встретиться с детьми, подождал, пока я отойду, и перерезал ему горло от уха до уха. Как он ушел? Прыгнул из окна в реку, а там его ждали с Каэтаэлей Йорвита. Все было продумано и подготовлено. И поэтому ты гонишься за ним? Из-за того, что он убил короля? В убийстве обвинили меня. Я должен снять с себя подозрение. Кроме того, я успел заглянуть ему в глаза, прежде чем он сбежал. Это был ведьмак. А потом появились бравые эти мерзкие стражники, я получил по голове и отключился. Понятно, что... Люди! Спасайтесь, а кто может? Чудище идет! Летче пойдем отсюда. Там кто-то применяет магию. Чудище? А ну-ка. Хочу увидеть чудище. Ёпт. Что ж ты за чародейка? Я с тебя спрашиваю. Слышишь, с чего тебе люди гутарят? Чего ж ты ему не помогла? Он же жив. Чудище его едва под воду не утянуло. А ты токмознайпялилась, как баран на сраные ворота. Попридержи язык. Ну ладно, где чудовище? Вон и я, спрашивайте! Геральт? Значит, мы знакомы. Ох. Ворон, ворону глаз не выклеить. Скажем так, я много о тебе слышала. Мил здарь, ведьмак. Зосика нашего чудища едва на дно не уволокну, а вы теперь чей языком трепать будете? Ну да. Зосик жив, на дно не спешит. А вот чудища вашего что-то не видать. Ты к нам лучше с уважением. Не то я от тебя никакого следа не останется. Ну попробуй, ты блянь. Я уже устал от твоей болтовни. Убирайся отсюда. Вот так всегда. Простым человеком каждый рад гузно вытереть. Пошли, мужики. Тьфу ты. Ты же мне, блядь, решала. Прошу прощения, что помешал. Меня зовут Людвик Мерс. Я занимаюсь вопросами чудовищ во Флотзаме. Посему хотел бы спросить, не возьмётесь ли вы решить проблему так называемого Кейрена, чудище, которое перекрыло всю торговлю на реке? Ну так что, ведьмак, будем работать вместе? Ну да. Обычно я работаю один. Я появилась здесь раньше тебя и отказываться от работы не собираюсь. Рыбка или пипка, как говорят местные. Ладно, я согласен. По вопросам награды прошу обращаться к купцам в доках. Госпожа Детонсервиль, как мне кажется, уже провела предварительные переговоры. Именно так. В таком случае, не смей более вам мешать. Ну здорово. Лид, когда ты наконец меня представишь? Шиала Детонсервиль, советница королевы Зулейки из Ковера. Ковер же далеко на севере. Это правда. У меня были сомнения, стоит ли Кейрон такого путешествия. Но увидев его сегодня, я окончательно убедилась, что стоит. Хм, ты приехала сюда за ингредиентами? Трис Миригольд. Догадлива, как всегда. Ты имеешь в виду... Глаза тролля, яд гуля, кровь девственницы. Все эти отвратительные субстанции и органы, которые мы получаем из вымирающих видов. И бросаем в котел во время шабашей. Так ведь? Трис. О, да. Девственницы? Вид на грани вымира. Очень смешно, Трис. Ну, хватит шуток. Геральт, ты видел щупальца? Что ты об этом думаешь? Тварь, наверное, огромная. Жила себе в каком-то притоке Понтера, охотилась. Потом подросла и стала искать новые источники пропитания. И открыла для себя вкусные барки, полные жирных купцов. Седрик говорит, что Кейрон пришел сюда из северных болот с месяц тому назад. Седрик? Эльф. Бывший с Кьетаэль. Странный тип, но неплохо знает окрестные леса и все, что их населяет. Мне надо осмотреться, кое-что разузнать. Проведешь пару тайных ведьмачьих ритуалов? Вроде того. Поговорю с купцами о награде, навещу Седрика и дам тебе знать. Я буду в трактире. Я сняла комнату наверху. Там бордель. Спасибо, что предупредила. Ладно, чё, давайте-ка смотреть, что тут можно поговорить с Седриком. Сколько у меня по баблу? Давайте сразу же. Орины. 347. Так, ну мне для начала нужен трактир. Потому что это, конечно, все здорово. Но я хочу поучаствовать в кулачных боях. Давай, ты его уже почти дожал. Ну, рад встрече. Рад встрече. К твоим услугам. Эх, люди в этой забаве понимают не больше, чем меня в тролльских барах. Ладно. А где же этот товарищ-то? Вау. Вот это местечко мне нравится. Немножко, немножко лута. Тридцать оренов. Здорово. Тикс. Мне бы, пожалуй, бойца этого найти. Не бойца. А зазывал местного. Ножны для меча с инструкцией. Это вообще что такое? Мусор. О, чертеж. А что это вообще такое? Невозможно. А я не помню, где его крафтить. Просто еще дело в том, ну ладно. Давайте посмотрим, что у меня есть по оружию. Ну, меч у меня крайне-крайне хороший. Серебра у меня получше нету. Перчатки у меня, в принципе, легендарные. Броня у меня очень даже хороша. Потому что это все-таки броня ворона. Хотя, если сравнить характеристики с первой частью, то вообще она ни о чем. Ну ладно, ничего. Хочу заняться немножко вот таким вот облутанием местного мира. Потому что все-таки крафт. Это здорово. Кто ты вообще такой? Так, покажи товары. Для начала. Оружие. Вот, я ж тебе могу продать. Ага. Это мое оружие. Я помню. Окей. Держи, держи, держи. Махакамский. У меня получше, конечно, будет. Но этот, пожалуй, мы оставим. Пускай валяется. Ржавый стальной меч. Эти доспехи оставляю. Кожаную куртку. Да, забирай. Кожаную куртку. Обычные перчатки. Фиг знает сколько штук. Ну и вот это забираю. Вот это, пожалуй, оставлю. Специального отряда. Так, это масла, рунки, точильные камни, элики, ловушки. Че у тебя есть? У тебя, судя по всему, только жратва. Ну ладно, че. Так, а тут у нас кто? Слышала про новую позу? Ведьмак и стрыга. Нет, расскажи. Ведьмак выпивает, ну, зам, с собой усыться. Засыпай, как убитый. Утром просыпаешься, а ты девственница. Ха-ха-ха-ха. Смешно, блядь. Ну ладно. Хочешь? Не хочу. Какие-то вы страшненькие. Такс. Это неслыхано! Дорогу, блядь! К жене иди! Че так? О, это я, это я хорошо зашел. И алмазная пыль, и дратва, и масла. Короче, здорово. Древесины немножко. Я думаю, это, конечно, не очень весело, но мы пока обходим весь флотзом. Слушай, они думают, кто это такой умер, фольтест. Бля. Вот еще один ножны для меча. Типа, что это вообще такое я, че-то? Не понимаю слегка. Горвена. Привет. Чем могу тебя порадовать, кавалер? Я тебе не кавалер. Лоредо. Что ты знаешь о коменданте? Мастер Лоредо замечательный человек. Взял нас с подкрылышка. Помогает нам. Налоги аккурат такие, какие должны быть. Он всей торговлей в факторе и заправляет. Так что мы на него не нарадуемся. Ты с ума сошла? Ты с ума сошла, женщина? Фактория тонет в нищие тела, Лоредо обдирает вас, как липку. А его люди делают, что вздумается. Не надо так говорить, мастер-ведьмак. Я про коменданта дурных слов не потерплю. Святой человек, одно слово. Ты его боишься? Сгинь, подстрекатель. Окей. Странная ты дама, конечно, Гарвена. Но ладно. Бля. Но у вас идеологи, конечно, разнообразные. Так, а где этот ваш лилипоп? Ладно, хер с ним. А, не, о, подожди, это штык. Нет, не, о, подожди. Сыр, ну его пей. Ну, хз, это, да. Типа, ладно, потом поищу, да, до этого чувачка. Может, я, конечно, прослушал, где он сидит, но, да. Ну, да ладно. Ты сказал, что? Или просто пердал? Просто сказал. Такс. Торговая площадь флот, зима. Поговорить с купцами на пристине. Спрячь, пожалуйста, меч, Гераль. Чё тут есть за купцы-то? Я ему и говорю, гони кашель. Чего тебе? Я так понял, у купцов какие-то неприятности. Ничего себе какие-то. По трактам не проехать, в лесах полно бандитов, гавань перекрыта водным монстром, а вдобавок ещё и пошлины поднимают. Бывает. С пошлинами я тебе не помогу, а монстром могу заняться. Чародейка тоже так говорила. А результатов никаких. Она попросила меня помочь. А кто тебе платить-то будет? Как раз это я собирался обсудить. Ха. Чародейка должна была сама управиться. Подготовка к такой работе стоит денег. Хочешь аванс? Ну, конечно. Вот, держи. Напьёшься и натрахаешься в волю. Мне эликсиров нужно купить. Расскажи, что ты знаешь о чудовище. Это ж ты здесь, ведьмак, чири, тебя задери. Я в этом не разбираюсь. А кто может о нём что-нибудь рассказать? Может, этот стукнутый, эльф Седрик. Он много о монстрах знает. Хорошо. Где его искать? В деревне? Под стенами. А теперь оставь меня в покое. А он мне... У меня есть другой выбор. И за нож. Смелый какой, что ли? Ты чем торгуешь, товарищ? Эм, подожди. Сейчас отбить. Вот. Серебро. 1421. 300 аренов. Чушь, да? У меня есть 300 аренов. У меня есть 800 аренов. Жертв. Дополнительное оружие. Да, держи. Забирай вообще всё. Поварёшка, ржавый кинжал. Я вот, пожалуй, возьму вот этот вот крепкий корт. А по броне у тебя что есть? Ёпс, твою мать. У тебя довольно хорошая оборонка сразу же продаётся. Шихала. 8 брони, 13 сопротивлению, кровотечению и 13 к отравлению. Давайте посмотрим, что там у меня. На самом-то деле. Здоровье 15. 11 к отравлению 7. Ну, у меня, в принципе, довольно хорошее. Да-да-да. Тогда давайте сразу какой-то камушек туда вставим. М-м-м, сопротивление горению. Вот, ожог только. Да, чё, пускай стоит. И-и-и, наверное, руна земли вставим в серебро. Пускай будет, в принципе, пока у меня этих камней их у джопа и жуют. Так. Тут можно ещё пособирать всякого разного. Масло. Осталось только понять, как в принципе крафтить, потому что я уже всё позабывал к чёртовой бабушке, но да ладно. Чё тут ещё есть? Вопрос с Кейроном. Вопрос с цены. Короче, надо идти к Седрику. Если я, конечно, не ошибаюсь, то Седрик у нас где-то на выходе должен быть. Ля, давайте в медитацию. До утра. Хотя бы до рассвета, пожалуйста. Здорово. Сохранились и вперёд. Седрик, Седрик, Седрик. Блин, они тут долго висеть будут? Ну, что воняет всё-таки. Кстати, как мой новый меч? Ну, такое, конечно. Да. Вот он. Местный эльф Седрик. Где ты был? О, Кейс Мерикольд. Не ввязывайся в этом. Почему? Ты побледнела, когда мы встретили Шиалу. Тебе показалось? Нет. Я слишком хорошо тебя знаю. Шиала одна из самых могущественных чародеек. Это не повод её бояться. Я знаю, что ей нельзя доверять. Она обожает манипулировать людьми и очень хитра. Есть доказательства? Она отлично знает, что ты потерял память. И делает вид, что понятия об этом не имеет. Зачем ей это? Не знаю. Трудно угадать, что она на самом деле затевает. Я попробую это понять. Как? Схожу с ней на охоту. Но сперва надо найти Седрика. Тогда пойдём к нему. Он на стражевой башне. Я знаю, где Седрик. Чё ты мне рассказываешь? Я всё-таки не настолько забыл эту игру. Седрик, Седрик, Седрик. Расскажи-ка мне, пожалуйста, про Кейрона. Уже почти год. Мориль была бы рада такому дню, Сегерим. Радуйся и ты памятью о ней. Не изводи себя. Я пытаюсь. Я до сих пор не понимаю, почему её исчезновение породило столько ненависти. Не позволяй другим, Сейдхи, отравить твою память. Ненавидят те, кто пытается скрыть своё бессилие. Спасибо тебе, Седрик. Вафаэль? Вафаэль. Ты, Седрик? А кто спрашивает? Геральт из Ривии. Ведьмак и... Трис Мерригольд. Ты прекрасно пахнешь, Трис. Седрик, смотри на меня. Чего ты хочешь, Геральт из Ривии? О, боже мой. Так. Во-первых. Ну, ладно. Чё, давай про Кейрон. Я собираюсь убить Кейроны. Говорят, ты можешь мне помочь. Смотря какая помощь тебе нужна. Мне нужны сведения. Надо было убивать его много лет назад. А теперь... Теперь не знаю. Он такой огромный, что с трудом в реке помещается. У него странные наросты на щупальцах и очень толстая шкура. Раньше он жил на болотах в притоке Понтера. Это дикие места. Даже с Кейтаэли туда не заходит. Он недавно корабль утопил. Сходи, посмотри, что от него осталось. Может, следы какие найдёшь. Куда идти? Сначала на юг, вглубь леса. Потом повернёшь на восток и вернёшься к реке. Там будет разрушенный мост Аэн-Цейдхе. Под ним и лежит остров корабля. Спасибо, Седрик. Хорошо. Спасибо за помощь. Я буду ждать у острова корабля. Ты не слишком увлекаешься этими телепортами? Да, судя по всему, она тебя услышит. Ладно, что, пошли. Отбивись, остряк хренов! Какие у нас, в принципе, варианты-то есть? Ёпта. Ну да, вся карта закрыта. Что, я удивляюсь? В принципе, а чё мне здоровье-то отнялось? ХЗ. Ну чё, пойдём смотреть. Это где-то куда-то сюда. По итогам. Должна быть тропа. Ну, и где враги? Я ж в лесу. Ну, хоть парочку с Кайтери. О! Бандитосы. Вау, меня сбили с ног. Что ты творишь, маразь? Ну вы такие не очень. Блин, а вот если я сейчас выберу средний уровень сложности, они бы меня напинали, наверное, за три удара. И что вообще? Где баланс? Не слышали, походу. Ну ладно, чё, давайте-ка бандосов размотаем, потому что, ну, это же дело благое. СНООООООООООООО. Легко непринуждённо. Так, пожалуйста, Геральц. Давай заберём то, что у них было. Пахмоти. Это с сундука, 50 оренов, это неплохо. и двинем так стёк 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 три смери гольд хорошо я выбрал правильную дорогу что осталось от корабля которым говорил седрик если на корабль напал кейрон то боюсь осталось немного на счастье нас интересуют только следы чудовища ок нет пожалуйста спрыгнуть вот так да и я думаю стоит сохраниться но слышишь от корабля довольно много и осталось хотя я думаю он уже никуда не поплывет так это я думаю что то вроде местного кракена но только при реке то есть кракен это все-таки морское существо ну да ладно что-то следы видишь следы да скверное место для прогулок если только ты не ищешь острых ощущений ну таки чё ты ведь макс такой чародейка у меня не и и старые знакомые аж слеза наворачивается да да ну шоу кейроны и надо убираться отсюда такие блин воспоминания конечно жалко что нет группового стиля в эти моменты я особенно начинаю жалеть что нет вовости баран набитый серый и прыткий сапожник прям как в восточных сказках только вот с кейроном такое не пройдет пытались я понял понял это все-таки пытались короче когда уничтожить кейрона ну то есть он сожрал барашка набитого серой сама ликвидировался так сказать подожди минуту что ты делаешь простое диагностическое заклинание сможет ответить нам на несколько вопросов ну давай диагностируй он болен геральт этот монстр умирает сколько его осталось несколько лет лет десять довольно много что с ним не так тут любая информация пригодится диагностическое заклинание показала что часть клеток в его организме подверглась мутации понятно почему ты решила что он умирает я ведь тоже мутант клетки из выделений которые я исследовала похоже на раковые они в чем-то работают даже лучше обычных но выходят из под контроля организма образуется красная ткань которая выглядит очень неприятно бедняжка все затронул очень интересную тему хочешь знать что на самом деле отвечает мутантов другой раз в другой раз что еще он ядовит очень ядовит не знаешь противоядие метаболизм ведьмаков позволяет нейтрализовать небольшие дозы токсина но на твоем месте я бы не стала на это полагаться дать тебе полную защиту сможет только эликсир из тени коста я знаю такую траву но понятия не имею где ее искать интересно можно убить кейрена без защиты эликсира что посоветуешь вряд ли дело твое шала тебя конечно торопит но прежде чем идти к ней поспрашивай местных о тени кости сходи хотя бы к седрику он вот рецепт эликсира а мне пора заняться своими делами ты исправишься без меня а то до свидания прощай три смери гольд ни хера себе в прошлой части печать телепорта выглядела куда лучше ну да ладно а чё тут есть пойдем на корабль посмотрим уж тут чё интересное ну вот что то есть ключ капитана аренас так рапорт капитана дневник капитана кожа дратва цена найти ящик полевской почты я чё был такой квест это все есть это все то довольно печально 1 мост кейрон ухта ну вроде больше тут ничего нет поэтому давайте возвращаться я думаю тем же путем которыми пришли оп чё это было ага мозг утопцы хорошо тут я еще знаю есть одна тенка тут где-то живет тролль эликсир мангуст эликсир мангуст это конечно здорово но он мне пока пока не из чего в принципе его делать так вот этот мост мне надо как то пройти по куда-то сюда сохранимся но тут ничего нет странно может это не этот мост скорее всего это просто не этот ну чё нам по итогам надо возвращаться к сэдрику и пожалуй дорогие друзья я на этом и закончу серию было довольно таки интересно что то было в общем было довольно таки интересно то есть мы побегали немножко немножко подрались выяснили все таки что кейрон это не такой уж и опасная прям если у нас будет эликсир но все таки он мунтирован и он наверняка будет довольно серьезным противником но размотаем размотаем еще не таких разматывали поэтому я думаю все будет хорошо если вы помните то в конце моего прохождения первой части мы сражались все таки с кейроном да тут будет боевка посложнее но я думаю разберемся всем спасибо за просмотр с вами был марс до новых видео и всем пока